Да, вот, конечно. Мы свидетельствуем о Боге, о вечности. Призываем людей ко Христу и к Церкви Православной. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Что-то, наверное, с похмелья, не как голова болит. Ну да. Ну что ты так себя довел-то уж? Зачем же это нужно? Боже, надо верить, надо молиться. Смотри, не ругайся только, не матерись. Нет, 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 я не буду. Библия. Надо верить, что написано в Евангелии, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес, чтобы ходить в Православную Церковь, исповедоваться и жить для Бога. А то вот жизнь какая бывает. А без Бога она только вот в ад с сатаной. Пьянство, разврат. Я с вами помню за это, согласен. Так. Так, вы, конечно, не способны говорить, но запомните два слова. Я Игнатий Лапкин. Вы в скайпе меня найдете сразу. И я скину вам ресурсы. У нас большой видеоканал. 18 800 роликов наших. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Ни одного аборта, ни одного развода. Нам есть, что показать. Веру показываем из дел. А в Ютубе есть у вас канал? Есть. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Зарядите. Вы не пожалеете, что сегодняшний день такой у вас счастливый. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Канал. Самый большой канал во всем интернете. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Мы печатаем 10-пальцевым методом. Это быстро. Как человек говорит, успевать, чтобы за ним печатать. Все время тренируемся. Так, что? Ну, вот, что-то я нашел, да. Сколько там подписчиков? 44 тысячи. 44 тысячи. А просмотров 44 миллиона. Выключите там эту бандуру. Да-да. Видите, как интересно. Да. Вам будет там интересно. А если вы зарядите через Google сайт. У меня сайт есть. «Во свете Библии». Ему тоже равных нет в интернете. Там 50 книг моим голосом насчитано. «Во свете Библии». Там мои книги, которые вышли. 38 томов книг. А где вы находитесь? Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Город Барнаул. Да. Алтайский край. Алтайский край. От южнее Новосибирска. Это наши соседи. У нас с одной стороны Красноярский край. А тут Новосибирск. Дальше Кемеровская область. Алтай – это жительница Сибири. Я понял. Если вы зайдете не только здесь, а по Скайпу, там я могу скинуть все наши ресурсы по беседе. Скайп. Я бы выслался на вас. Ну ладно, ладно, ладно. Я боюсь, что вы сейчас заматеритесь, у меня все пропадет тогда. Нет, почему? Я не буду матом выгодаться. Ну ладно, Наталья. Вас как звать-то? Меня Алексей зовут. Алексей? Да. А вот Игнатий Лапкин, Наталья. Алексей означает по-русски помощник. Будь помощником нам в добрых делах. Мы строим деревню. Я начальник детского лагеря, 45 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. Вам будет интересно с нами знать все. У нас путешествие было миссионерское. Я книги решил подарить свои, 38 томов, библиотеки мира. И мы нашли до Владивостока. А потом до Лиссабона. Прибалтика, Скандинавия прошли. С север и юг. 650 остановок, городов. И сделали подарок на 35 миллионов рублей. Ну хорошо, я постараюсь с вами связаться. Да. Там контакты же есть. Алексей, вы не пожалеете, что выйдете по скайпу. Скайп. По скайпу сразу только зарядьте. Я один на интернет с этой имени и фамилией. Это не... Хорошо, я вам позвоню. С Богом. Счастливо. Давай, протрези, в рот не бери ничего. Объяви пост. Дня два не пей, не ешь, чтобы дурь вся вышла. Давай, с Богом. И затяните. Хорошо, янтарь, янтарь вымывает море. Я был на Балтике, взморья. Какая ящерица была, застряла, жук такой остался. А ей насчитывается сотни тысяч лет. Ни одна нога не переросла. Ну, потому что это такие свойства янтаря, понимаешь? Ну да. А почему люди не верят в Бога? Чтобы ни за что совесть не мучила. Я блудить буду, убивать, материться. Ну, потому что это мистика, это эзотерика, это вера в что-то духовное. Ну, хорошо. А души пилы, понимаете? Что такое вера вообще в церковь? Что это такое? Не в церковь, а во Христа Спасителя, который умер за нас. У него жизнь наполнена. Он голый валяться не будет вот так, как вы лежите. Это путь личности, получается. Ну, вы на простой ответ. Дайте простой. Почему вы без бороды и голые лежите? Вы не ответите на два вопроса. Никогда лгать будете. Потому что борода у меня не растет, а голые лежите. Борода растет, я вижу. Вы ее бреетесь, иначе бы не трогали. А раздеты, показать, какой я сильный для блуда. Приходи любая бабенка-шалава. Больше тут ничего нету. Ну, вот это 20%. А остальные проценты, это реально так удобнее. Да, да, да. В своем доме я могу же ходить вот так вот, правильно? Библия говорит. Библия говорит. Будете блудить и не размножитесь. За время перестройки 120 миллионов абортов. Государство утонуло в животе и в могине женщины. Все нормально. 86% разводов первые три года. Когда Крупская жена Ленина говорила, 17% национальная катастрофа. А чем меньше людей на планете, тем лучше. Да ничего нет у людей. Один сплошной блуд. Блуд, наркомания. Самоубийство. Меньше людей, тем лучше. Я думаю, так. Я не на геноцид, но реально. Чем меньше, тем лучше. И так низко много развелось. Вы знаете... Куда столько мы купаем. Куда столько. Почему нигде ни одной стоянки человеческой не найдено свыше 7,5 тысяч лет? 7,5 тысяч лет. Все. От Адама до нас... Не могут найти, ищут, но не могут найти. Австралопитека нашли. А Академик Верхов доказал. На расстоянии 5 метров кость от кости лежит, принадлежащая разным животным. Придумали австралопитек, пятиконтроп. Чтоб только совесть не мучила. От Бога не уйдешь. Будет суд Божий. Нам, простым людям, не узнать никогда правду. А Лермонтов знал? Мне вообще как-то пофиг, что было там 5 тысяч лет. Вам вот понимаете, вам даже не стыдно. Лежите перед пожилым человеком, и вам даже нужно никакой нет. И что это? Совесть умерла, сожженная. И все время пьют здесь. Я в пяти университетах вел занятия, пару часов, и не позволил стакан на капитру поставить. Это внутренний человек должен понимать. А вы где сейчас находитесь? Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. У меня с такой комнат. Какая комната? Она одна на всю страну такая. Вы дома? Я дома нахожусь. За слово Божие мне пришлось пройти пять тюрем и лагерь. И когда я вернулся, как политзаключенный, реабилитирован, я стал требовать вернуть, что у меня изъяли. И стоимость подсказала. 11 миллиардов мне должны были. Я создал самую крупную в мире фонотеку. Делал перевозы с разных языков. А рассчитывается-то нечем. КГБ в стороне, а ответственная городская администрация. И Бог дал судебного исполнителя. Она пришла и сказала, пока Слабкиным и Игнатием Тиховичем не рассчитайтесь, все счета арестованы будут. Ни один бюджетник не получит. И тогда они пошли на попятное. Я говорю, нам нужно место. И дома, где мы храм православный будем иметь. Чтобы там торговли не было. У нас с тарелкой не ходят. У нас с крещением все бесплатно. И вот эти два дома приехал мэр и отдали. 13 соток. Красивейшее место. Акала-аби. Это Бог сделал так? Это сделали люди. Бога тут ни при чем. Понимаете? Вот вы говорите. Так вот спроси еще. У тебя даже одежды-то нету. А у меня одежда есть. И вот мне Господь позволил. Позволил. Рогими, поэтому, знаете, наши естественные одежды. Хожа. Понимаете? Нечего прикрывать. Уже все люди. Все знают, что дулуга под одеждой. Зачем все это прячешь? Понимаете? Тут ускоренное знакомство для блуда. Это Содом и Гаморра. Оно будет выжжено огнем. Ну а вы, зачем вы сюда сюда заходите? У вас еще сейчас в голове не соображаете после Нового года. Вы зарядите такой маленький Ютуб, и канал есть. 12 минут. Интерью с дьяволом. Называется. В лесу. Интерью с дьяволом. У вас есть канал на Утубе? И у меня канал есть. Называется «Во свете Библии». Такого канала нету. Восемнадцать тысяч. Повторяю, слушайте, не перебивайте. Восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят роликов у меня своих. Тысяч. Мы проехали по всему миру. Я восемнадцать томов дарил во всей библиотеке мира. Прошли шестьсот пятьдесят городов. От Владивостока до Лиссабона. Скандинавию и Прибалтику. Это чего-то стоит? Прошли север и Турцию. И подарили. Подарок сделали в библиотеке на тридцать пять миллионов рублей. А пенсия у меня восемь тысяч сто сорок один рубль. Тридцать три копейки. За тридцать пять лет трудового стажу. И ничего. Мы правителям не ругаем. Правителей не ругаем, а молимся за них. Если вы миллионы дел делаете каждый день. Да. То почему Бог не сделал так, что вы будете жить в достоинстве? А чтобы было на чем нам показать то добро, которое Бог в нас посеял. Вот я был в вузах. Сколько преступников обратились к настоящей жизни. Следователь обратился. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Это все на нашем ютубе можете увидеть. Ролики снимаются. Это бизнес. Вера – это бизнес. Это один большой бизнес. Вот видите, вы зацикли. Я сказал бы, где посмотреть хотя бы. А вот лежит мемлет и все. Ну, вы неинтересный человек. Вы сказали, а какой, как называется ютуб? Во свете Библии? Игнатий Лапкин. Даже не пошевел пальцем. Совершенно сгнивший. Мне неинтересна Библия. Да не Библия. Вам неинтересен собеседник. Собеседник? Нет. Ну, нет. Вы как собеседник очень хороший человек. Знаете что? Раньше... Понимаете, у вас еще вчерашний хмель не вышел. Вот раньше было так. Когда на работу устраивается, заполнялась анкета. И она записывает, и все знают. Иностранными языками владеете. Все отвечают, нет, нет. Она прочерк делает. А тут человек говорит, да, владею. Сколько? Он говорит, 17 языков. Начинает перечислять. Разговаривать могу, говорит, еще 6 языков. И она даже не повернула голову на него. Она за всю жизнь такого не встретит. Вот мы ездили, когда миссионерская поездка, развозили книги. Мы ночевали у мусульманина, у мулы в доме. И все это заснято. Беседы. Это грамотные люди. Мула разговаривает на 6 языках, а жена на 4. Я у себя, у православных таких не встречал. А у вас сколько языков было день? Ну, мне Бог давал знания языков. Когда я обратился, в это время я занимался 7 языками. В момент, когда работал на корабле, добился разрешения в училище высшим мореходам сдать 3 курса за год по выбору комиссии из 3 языков. Передо мной широкий путь открыт, а в душе пустота. И в это время мне в руки Евангелия попало. У меня ноутбук садится уже. Давайте, сейчас. Давайте, зарядите наш. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Ютуб. Давай. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Это я. Я запомнил. Нет, не запомните. Вас как звать? Роман. Роман – это рожденный в Риме. Ромео. Так что, давай-ка, рожденный в Риме. Запиши, хоть слюнями на окне. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Да, это по скайпу, вы на меня сразу выйдете. Я один с этой фамилией. На весь интернет. Я там скинул свой ресурс. У меня сайт, огромный сайт. 50 книг моим голосом насчитан аудио. Я насчитал первую в стране архипелаг ГУЛАГ распространил. Я ознакомлюсь, спасибо. Все, давайте прощаться. Давайте, с Богом. Рома, давай, вставай. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.